Восемь вечера в Украине. Пора вам узнать главные новости этого дня. В студии Алексей Лихман. Начинаем подробности. Одесская облава. Что ищут правоохранители в облгосадминистрации? Он готовил убийство. Кто напал на жену Турчинова? Посторонним вход воспрещен. Почему СБУ закрыла двери перед миссией ООН? Мигрантская мышеловка. В какой капкан попали тысячи украинцев в Израиле? Обыски в Одесской обл. администрации. Что искали люди в погонах? Что нашли? Как на это отреагировал губернатор Михаил Саакашвили? И правы ли те, кто усматривает в этих обысках начало конца его карьеры в Украине? Репортаж наших корреспондентов. В здании обл. администрации с утра сессия обл. совета. На фасаде портрет Надежды Савченко. Ближе к полудню сюда подъезжает микроавтобус с силовиками. Номера киевские. Это сотрудники генпрокуратуры и СБУ. Сразу направляются к кабинету Теймураза Нишнианидзе, советнику Михаила Саакашвили. До этого он несколько лет возглавлял генеральное консульство Грузии в Одессе. И вот, по данным следователей, в этот период Нишнианидзе и его подчиненные незаконно получили 20 миллионов гривен в качестве возмещения НДС за якобы приобретенные для консульства товары. Правоохранители интересуют финансовая документация, электронные носители памяти. Разрешение на обыске в кабинете, а также доме Нишнианидзе выдал Печерский райсуд Киева. От детских чиновников застали врасплох. Заместители губернатора ничего не комментируют. Внутрь помещений их уже не пускают. И они закрыли сейчас кабинет, а выйдут, тогда будем выяснять все обстоятельства. Спустя пару часов появляется Михаил Саакашвили. Говорит, вынужден был взломать дверь, потому что сотрудника в кабинете держали в заперти без доступа адвокатов. А это, мол, незаконно. Вообще уже у них крыша поехала. И они закрыли наших сотрудниц. Автоматчики стоят над головой, какие-то швандеры. Я говорил сейчас с генеральным прокурором. Я потребовал немедленно отозвать эту шваль отсюда прямо. Этих своих следователей. Пока эта шваль, салковая, коррумпированная, глубоко, не будет окончательно убрана из прокуратуры, из правительства, из всех, из ДФС, из разных высоких кабинетов. Чуть позже о политической подоплеке обысков на пресс-конференции сказал и сам Теймурас Нишнеонидзе. Что же касается ГПУ, то ближе к вечеру на сайте ведомства появилось сообщение о том, что во время обысков в обл. администрации сотрудники ведомства изъяли черновую документацию, которая свидетельствует о возможном проведении незаконных финансовых операций. Михаил Саакашвили заявил, что разговаривал с генпрокурором Уценко и на тот момент он не владел информацией об инциденте. В ближайшие часы генпрокурор заслушает доклад, насколько законны были следственные действия. О результатах в ГПУ обещают сообщить дополнительно. Егор Логинов, Андрей Анастасов, Роман Бачкала, Игорь Михоношин. Подробности на канал Интер Одесса. Критика в адрес Кабмина со стороны губернатора Одесской области Михаила Саакашвили необоснована. Так считает Лешик Бальцирович, один из стратегических советников по поддержке реформ в Украине. Напомню, накануне в британской газете Guardian вышла статья, где Саакашвили называет Кабмин сборищем бездарей. Впрочем, вскоре сам губернатор отказался от своих высказываний. На своей странице в Твиттере он написал, что журналист исказил его слова. Но вот сам Шон Уокер, с которым беседовал Саакашвили, тоже через соцсети сообщил, что в подтверждение у него есть аудиозапись интервью. На каком опыте опирается высказывание господина Саакашвили? Он не работает с правительством, насколько я его не видел. Так что это обвинение без доказательств. Это очень плохая практика. Меня это напоминает в советские времена. Во-вторых, это несправедливо. Потому что можно показать, что есть профессионально, что надо добавить, etc. И в-третьих, это вредить Украине. По следам громкого покушения. Накануне на жену секретаря СНБО Анну Турчинову прямо на рабочем месте пытался напасть мужчина с ножом. Его задержала полиция. Кто этот нападавший и что ему теперь светит? Все узнавала Анна Каменева. Нападение на Анну Турчинову было тщательно спланировано. Сегодня в МВД рассказывают подробности происшествия. Злоумышленник ждал супругу секретаря СНБО в приемной. Мав ее фотокарты с интернетом, где она имела такую укороченную зачистку. И когда Анна Турчинову вместе с другими коллегами зашли в кабинет, он накинулся с ножем на другую женщину, которая имела подобную зачистку. Он поставил нож к ее горле и кричал, «Ганна Володимировна, не двигайтесь». Анна Турчинов была рядом, он просто переплутал визуально. Нападавший поздно понял свою ошибку. Охранник его обезоружил. Турчинова вызвала полицию. Жизни женщины, на которую напали, ничего не угрожает, говорят в МВД. Но как неизвестный смог так просто попасть в университет? Охранник говорит, пропускают всех, у кого есть документы. Этот представительный мужчина и есть тот самый нападавший. Нападавшим оказался скандальный донецкий адвокат Владимир Алинцевич. Именно он в 2010 году оспаривал в суде присвоение звания Героя Украины Шухевичу и Бандере. Оспаривал и помилование Юрия Луценко. С Александром Турчиновым его тоже связывают судебный иск. Алинцевич пытался оспорить его назначение исполняющим обязанности президента. Но суд отказался рассматривать дело. Верховная Рада легитимна. Она принимает законы. Закон подписывает председатель Верховной Рады и везет в Ростов на подпись президенту Януковичу. Он легитимный президент. При обыске у Алинцевича нашли оружие и копии указа Турчинова о начале АТО, рассказывает в МВД. Это был целоспрямованный злочин конкретной особой, которая четко ишла на этот злочин и, напевно, керувалась самыми политическими мотивами. Алинцевич имел постоянные контакты с руководством, с несколько руководителя так называемого самопроголошенного уряда, так называемого ДНР. Действовал ли Алинцевич один или по чьей-то наводке, предстоит выяснить следствию. В полиции уже открыли уголовное производство по статье покушения. Завтра суд должен избрать Алинцевичу меру пресечения. Ему светят до 15 лет тюрьмы. В университете Драгоманово сегодня от комментариев отказываются. К приемной, где все произошло, журналистов не пускают. Ничего не комментирует и семья Турчиновых. Пока не закончатся следственные действия. Анна Каменева, Валентин Белич, подробности телеканал Интер. Еще один вердикт российской Фемиды. Чуть более часа назад в Грозном прозвучал приговор двоим нашим соотечественникам. Все подробности у Данила Русакова. 22,5 года колонии строгого режима Николаю Корпюку, немногим меньше 20 лет Станиславу Клыху. Такой приговор сегодня вынес Верховный суд Чечни. По сути, украинцев обвинили в убийстве российских кадровых военных во время Первой Чеченской войны. Речь о событиях 1994 года, когда войска Федерации участвовали в так называемом тут штурме Грозного. Корпюку и Клыху следственный комитет вменил сотрудничество с дудаевским сопротивлением. В материалах уголовного дела фигурирует даже так называемый батальон «Викинг». Он якобы помогал самопровозглашенной Ичкерии. Но по словам адвоката Ильи Новикова, все данные – грубая подделка. Батальон «Викинг» действительно существовал, но принимал участие лишь в боевых действиях на территории Абхазии. В Чечне его вообще никогда не было. Сами Корпюк и Клых в окрестностях Грозного прежде не появлялись. Накануне президент Петр Порошенко заявил, что за свободу соотечественников Украина будет бороться. А также приложит все усилия для освобождения пленников. Несколькими днями ранее в прессе появилась информация, куда именно могут отправить Корпюка и Клыха уже после вынесения приговора. Один из адресов назначения – колония особого режима за полярным кругом поселок Харп. Это в Хантамансийском автономном округе. Дипломаты, однако, намереваются договориться об обмене. Но о перспективах неизвестно ничего. Защитники уже сообщили – будут подавать апелляцию Верховный суд России. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал «Интер». Президент Украины считает Станислава Клыха и Николая Корпюка политзаключенными и требует их освобождения согласно минским договоренностям. Сегодня же Петр Порошенко встретился с адвокатами Надежды Савченко и поблагодарил их за все, что они сделали для возвращения украинской летчицы на родину. Сами же защитники Савченко убеждены – по сценарию взаимного помилования из российского плена можно будет освободить и других украинских заложников. И Украине есть на кого их обменять. Причем таких пленников, по информации Марка Фегина, достаточно. Но кто они? Их звание и фамилии адвокат пока не раскрывает. Нужно решать, чтобы сразу отдали не одну Савченко там за двух Ерофеева и Александрова, а условно говоря всех десятеро за десятеро содержащихся здесь. А я точно знаю из первоисточника, что здесь есть еще российские военнослужащие в Украине, которые попали в плен в результате и в ходе боевых действий на Донбассе. Это означает, что обменный материал есть и переговоры вести можно. И уже известно, чем будет заниматься Надежда Савченко в парламенте. Присягу нардепа она принимала еще в 2014 году, правда заочно, но уже тогда в Раде решили, что она войдет в комитет по вопросам нацбезопасности и обороны. Сегодня, по словам коллег, Савченко уже даже провела несколько рабочих встреч, но в полноценную депутатскую жизнь вольется со следующей недели. В тот же день, когда распределяли все комитеты, надею включили до комитета с национальной безопасностью и обороны, она членом этого комитета от самого первого дня, поэтому присягу она приняла еще тогда, в комитет она включена еще тогда, и она начнет полностью работать, я очень надеюсь, и с следующего понедельника, и с следующего второго. Джо Байден поздравил Надежду Савченко с освобождением. На своей странице в Твиттере вице-президент США отметил ее стойкость и назвал летчицу примером для украинского народа, да и всего мира. Ранее свои поздравления Савченко также высказали американские и европейские политики. Вражеские обстрелы на Мариупольском направлении не утихают, правда в течение этих суток их интенсивность несколько снизилась. Горячими точками по-прежнему остаются Марьинка, Красногоровка и Широкино. Напряженная ситуация и вблизи оккупированного Коминтерного. Наш военкор Станислав Кухарчук подробнее. Эта дорога ведет прямо в оккупированный Коминтерного. От нашего блокпоста чуть больше километра, но проезд закрыт. Линия фронта. Боевики заняли поселок еще зимой. Там теперь настоящий укрепрайон. Но в начале этой недели наемники продвинулись вперед еще на 500 метров. В бинокль выйдет на блокпоста. Все там накапывалось. Зарили все они там хорошо. А это на Богру сейчас. Они сюда от села ушли все на Богру. Ситуация на опорном пункте напряженная. Почти неделю боевики обстреливали наши позиции из минометов и гранатометов. По данным разведки, в Коминтерного находится значительное количество тяжелой техники боевиков. Но за последние сутки противник притих. Такая довольно условная тишина сохраняется почти по всему мариупольскому направлению. За сутки только 10 вражеских обстрелов. Основные горячие точки остаются в Широкино, Маренко и Новотроицке. Там противник почти обстрелил позиции наших войск. В прошлом не использовал забороненное оружие, но ввел в огонь из всех наявных засобов. Пока есть возможности на позициях относительно тихо, украинские солдаты как могут пытаются помогать жителям прифронтовых сел. У этого батальона под патронатом три населенных пункта. Часть своего дневного пайка бойца отдают тем, кто в этом особо нуждается. Мы потихоньку тут по-стариковски живем, не обижаемся, спасибо, нам помогают. Вот привозили гостинцы недавно. Так что есть у нас, дитки, слава богу, есть, что не голодни мы. Да и для военных такая забота престарелых своеобразная отдушина. Мы скучаем по своим родным и близким, очень скучаем. Ребята скучают. То есть для нас это тоже наши бабушки и дедушки. Для нас это те, которых мы не можем проведать на данный момент. Поэтому они тоже наши. Несмотря на разные судьбы и возраст, и у солдат, и у местных одна мечта, чтобы скорее закончилась война. Станислав Кухачук, Вадим Ревун, Николай Терещенко. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. СБУ не допустило представителей ООН в свое управление в Мариуполе и Краматорске. Делегаты подкомитета ООН по предотвращению пыток пытались выяснить, в каких условиях содержатся задержанные. Как следует из заявления на сайте подкомитета ООН, миссия начала работу 19 мая и осмотрела несколько следственных изоляторов. Но теперь, после запрета посетить управление СБУ, делегация прервала свой визит и обвинила Украину в нарушении соблюдения конвенции ООН против пыток. На заявление ООН уже отреагировали омбудсмен Валерия Лутковская и глава комитета Верховной Рады по правам человека Григорий Немыря. В своем обращении на странице комитета в Фейсбуке они напоминают. Еще в 2006-м Украина ратифицировала протокол Международной конвенции против пыток и обязалась допускать миссию ООН в места содержания под стражей. Действия СБУ Немырия Лутковская называют недопустимыми и требуют, чтобы руководство службы безопасности теперь выступило инициатором нового и внепланового визита миссии ООН. И ситуацию уже прокомментировали в СБУ. На пресс-конференции во Львове глава службы Василий Грисак заявил, что Мариуполь и Краматорск входят в зону АТО, где действует особый порядок. А в управлениях нет задержанных, но есть секретные документы и аппаратура. Папа Римский благословил бойцов. ФАТО. Накануне в Ватикане, перед началом общей аудиенции, понтифик объезжал площадь Святого Петра. Возле военных, которые стояли в толпе с украинским флагом, остановился и вышел из автомобиля. Глава католической церкви поздоровался с бойцами и благословил их. В этой группе были солдаты, которые получили ранения в зоне АТО. В Европу они приехали в рамках ежегодного международного военного паломнического тура. Украинские нелегалы стали настоящей проблемой для Израиля. Десятки тысяч наших соотечественников отправились на землю обетованную в поисках работы и стали жертвами мошенников. Подробнее Сергей Ауслендер. История этих женщин, увы, типична. Прочли объявление о работе в Израиле, приехали как туристы и отправились трудиться на мясокомбинат. Фирма, которая их привезла, даже выдала какие-то документы, но на иврите. Через две недели на завод нагрянула иммиграционная служба, всех арестовали. Эти документы, мы не знали, что они плохие, что они фальшивые, да. Уже узнали только, когда иммиграционная служба нас задержала. Забрали нас в тюрьму. Мы сидели там полтора месяца. Все обещали нам, обещали, не переживайте вы, завтра, послезавтра. Поначалу украинок и вовсе обвинили в подделке документов. Потом они стали свидетелями по делу. Выезжать из страны им не разрешают, работать они не могут. Пока живут на юге страны, где их приютил один израильтянин. Иначе снова тюрьма. Домой хотим, потому что нету никакой определенности. Рабочих виз нам не дали, выпустили нас на улицу. Мы практически бомжи. Не за что жить и не за что кормиться. Ситуация с нелегалами из Украины просто катастрофическая. Их в Израиле десятки тысяч. И никто не имеет права трудиться. Интернет переполнен объявлениями о вакансиях в Израиле и о легкой возможности получить разрешение на работу. Но все это неправда. Люди, конечно, звонят по этим объявлениям, получают информацию, что это стоит полторы тысячи евро и выше. Решаются на этот шаг, встречаются с этими людьми и становятся жертвами преступников. Так как все эти визы, которые люди получают на территории государства Израиль, все фальшивки. Настоящих виз в Израиле получить невозможно. То есть это делается только еще на территории Украины. Но и на территории Украины такую визу получить практически невозможно. Украинцы могут работать в Израиле только сиделками у престарелых людей. Больше нигде. Поэтому если встретилась вот такая реклама, отделка, уборка, разнорабочий настройку – это стопроцентная афера. Более того, можно еще и стать соучастником по делу о фальшивых документах, как было с героинями нашего репортажа. Поддельную удостоверенную личность, то есть как вы сделали этих людей гражданами Израиля. Эти люди все, вот 32 человека, даже не знали о том, что они работают по поддельным таким документам. Разговоры о том, что украинцам разрешат работать в Израиле, велись давно. Сейчас готовится межгосударственный договор, в соответствии с которым украинские строители смогут легально работать в еврейском государстве. Но пока этот договор не подписан. Что до працевлаштувания наших будильников на территории Израиля, но такой договор будет подписан только на начале червня этого года, и запрацует только, я надеюсь, что где-то до конца этого года. Фактически до этого времени въезд будет заборонен для нелегального працевлаштувания. В аэропорту пограничная служба депортирует украинцев сотнями. Иногда сразу половину пассажиров очередного рейса. Причем, как водится в таких случаях, под горячую руку попадают вполне легальные туристы или те, кто едет навещать родных. Впрочем, помимо нелегалов по неволе, есть много и тех, кто делает это совершенно сознательно. Они маскируются под паломников, переодеваются в монахов, ищут себе фальшивых родственников и даже в случае депортации меняют фамилии, чтобы снова попытаться вернуться. Сейчас в израильском МВД лежат десятки просьб. По предоставлению статуса беженца из зоны АТО. Впрочем, многие из тех, кто просит такой статус, вряд ли сразу смогут найти зону АТО на карте. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Несколько эшелонов с лесом задержали активисты возле границы с Румынией во Львовской области. Что за груз пытались вывести под видом дров, выясняли наши корреспонденты. На железнодорожной станции Клепаров местные активисты задержали сразу несколько эшелонов с древесиной. Более 200 вагонов. Их насторожило отсутствие чипов и маркировки на стволах. Вчера на станцию прибыли правоохранители. Провели досмотр груза. Нарушения нашли. В нескольких вагонах под видом дров действительно пытались провести высококачественную древесину. По документам, часть груза это транзит. Из Беларуси в Румынию. Но есть и лес, который срубили в Украине. Правоохранители открыли уголовное производство и продолжают изучать накладные. Сегодня мы попытались сами посмотреть, что же на самом деле находится в вагонах. Но на пути, где вчера стояли эшелоны, нас не пропустили. Выгнали со скандалом. Полиции нам сообщили. Ночью вагоны с лесом уже должны были отправить в Черновцы. Но действительно ли подозрительный груз отправился на экспертизу в Черновцы? Или же, как не исключают активисты, все-таки вывезен в Румынию? Выяснить не удалось. О дальнейшей судьбе эшелонов и ходе расследования нам пообещали рассказать в полиции позже. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. Внутри украинская граница может появиться в Закарпатье. Идея досматривать грузы, поступающие не только из-за границы, но и из других областей страны, принадлежит губернатору Москалю. Зачем это нужно? Выясняла Марина Коваль. Вот это старая будка, оставшаяся в наследство от ГАИ на посту Нижние Ворота. И есть зона временного таможенного контроля при въезде в Закарпатье. Здесь полицейские пограничники, а теперь и таможенники проверяют, кто, с чем и зачем едет в область. Таможенники говорят, создание такой временной зоны дает им законное право проверить не только документы, но и товар, который везут в машинах. Зона таможенного контроля при въезде в область инициатива главы Закарпатья Геннадия Москаля. Так он решил бороться с контрабандой. Это решение принято для того, чтобы минимизировать завезение сигарет, которые потом пытаются переправить в Украину Евросоюз не через КПП, а через зеленый кордон. То есть ящиками, носильники. Всего в области три временных таможенных поста со стороны Львовской и Ивано-Франковской областей. В отличие от пограничных пунктов пропуска со странами Евросоюза, здесь машины досматривают выборочно, проверяют, нет ли нелегального товара. Очередей нет водителей и пассажиров, которых мы встретили. К новшеству отнеслись с пониманием. Нет у вас каких-то претензий, что нужно остановиться, показывать. Таких контролей можно ставить много по Украине, мы ничего не можем против. И нужно, чтобы граждане будут законопослушными. Сегодня таможенникам контрабандисты не попались. Но раньше на этом посту пограничники задерживали машины с нелегальной древесиной, а их самый большой улов – 300 килограммов янтаря. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. 180 килограммов янтаря, валюту и оружие изъяли сотрудники СБУ и прокуратуры во время обысков в Римненской области. Обыски проводились в домах двух жителей Владимирецкого района. С проверкой нагрянули, получив оперативную информацию о том, что хозяева помещения занимаются нелегальной добычей и обработкой янтаря. Всего сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. За апрель и май в результате обысков правоохранители вывели уже почти тонну нелегально добытого камня. Полицейского взяточника задержали в Одесской области. По предварительным данным, он требовал у местного предпринимателя 75 тысяч гривен. Имея поддельные налоговые документы, капитан шантажировал бизнесмена. За вознаграждение обещал прекратить проверку финансовой деятельности фирмы. Во время передачи части этой суммы полицейского и задержали сотрудники СБУ. И драст-цалес, и песни пел, даже танцевал. В соцсети взорвало видео, опубликованное неизвестным пользователем. Снято оно в райотделе полиции. Явно нетрезвый, задержанный скандалит с полицейскими. Пользователи соцсетей быстро вычислили, что это экс-мэр Новомосковска. В полиции имя пока не называют. Но подтверждают, на Мерседесе по улицам Новомосковска мужчина рассекал пьяным, за что и был доставлен в райотдел. Сев за руль в нетрезвом состоянии, без документов на автомобиль. В отношении него были составлены административные протоколы по статье 130 и 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях. После чего мужчина был отпущен. Еще один пьяный полицейский попался за рулем в Кировограде. Патрульной остановили внедорожник, которым управлял бывший заместитель начальника управления ГАИ города, ныне старший инспектор районного отдела полиции. Водитель вел себя неадекватно. От проверки на алкогольную интоксикацию отказался. Пользователи соцсетей выяснили, что автомобиль с такими номерами уже фигурировал в сводках о ДТП. Месяц назад супруга этого полицейского сбила 8-летнего мальчика. Продолжаем подробности и вот о чем узнаете во второй части выпуска. Копейка, бюджет сбережет? Как намерен латать финансовые дыры профильный министр? Ты слишком долго плавал. Кому мешает Николаевская мореходка? Судебно-вступительная кампания. В Днепропетровске разгорелся скандал вокруг внешнего тестирования. Клуб самых влиятельных и богатых стран собрался в Японии. Лидеры Большой Семерки обсуждают глобальные вопросы, угрозы экономики и безопасности. Украина тоже среди таких тем. О чем еще говорят, знает Оксана Кундеренко. Саммит лидеров стран Семерки проходит в Японии. Повестка дня, глобальная экономика, терроризм и иммигрантский кризис. Но уже в первый день много говорили о целостности ЕС. В частности, о Великобритании, которая хочет отколоться от коллектива. Главных европейских лидеров на саммите спрашивали о видных британских политиках, активно агитирующих за Брекзит. Я читал в газетах, что Борис Джонсон часть жизни прожил в Брюсселе. Пришло время ему вернуться и проверить лично, все ли, что он говорит британцам, соответствует реальности. Я, например, так не считаю и жду его в Брюсселе в любое время. Главе Европейского совета Дональду Туску достался вопрос об исключенной из клуба G8 России. И он сказал, санкции снимать в ЕС не намерены. Ведь минские соглашения выполняются медленнее, чем надеялись европейцы. Ту же мысль подтвердила и Ангела Меркель. Я считаю, что слишком рано говорить об отмене или облегчении санкций. Этого не стоит ожидать. В ближайшие недели мы будем делать все возможное, чтобы достичь прогресса в политическом урегулировании. Масштабных боевых действий нет, но и стабильного перемирия тоже нет. Барак Обама также говорил о европейских проблемах, об экономическом кризисе в Греции, а еще об ИГИЛ и Талибане, предстоящей исторической поездке в Хиросиму и грядущих выборах в США. Мировые лидеры весьма удивились кандидатурой Трампа от республиканцев. Им непонятно, как можно серьезно воспринимать его заявление. Некоторые даже слегка ошарашены. Ведь он либо игнорирует мировые события, либо бесцеремонно к ним относится. В целом день у мировых лидеров выдался насыщенный. Они и деревья в синтаистском храме высаживали, и двусторонние встречи проводили, и отужинали в тесном кругу. Все за закрытыми дверями. Камерам разрешили снимать только теплые рукопожатия и улыбки. В Виссасима уже глубокая ночь. Все официальные мероприятия завершены, но саммит Большой Семерки нет. Завтра после новых переговоров и заявлений можно будет подводить итоги. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Доклад по безвизовому режиму с Украиной забуксовал в Европарламенте. Как сообщает Европейская правда на предварительных слушаниях в профильном комитете, докладчица Мария Габриэль не уточнила, когда именно представит свой отчет на рассмотрение в Европарламенте. А еще заявила о миграционной угрозе со стороны украинцев. Ей парировали евродепутаты с Польши Михаил Бони и представители Украины приезд Любовь Непоп. Согласно процедуре профильный комитет не может принимать каких-либо решений по украинскому вопросу без доклада Габриэль. Франция и Бельгия охвачены забастовками. Частично парализовано железнодорожное сообщение. И то ли еще будет, обещают профсоюзы. Чем грозят, расскажут наши корреспонденты. Бельгийские железнодорожники о своей забастовке предупредили лишь накануне в 10 вечера. Результат – половина поездов в стране отменены. Остальные отправляются и прибывают с опозданием. Сплошные пробки на дорогах студенты не могут попасть на сессии. Профильный министр уже назвал забастовку дикой и призвал опомниться. В заложниках студенты и рабочие. У нас есть договоренности, как должны проходить такого рода забастовки. И я прошу всех быть ответственными и перейти к переговорам. Железнодорожники недовольны условиями работы давно. Но чашу терпения переполнило решение правительства сократить годичный отпуск на 4 дня. Против реформы трудового законодательства выступают и французы. Десятки профсоюзов сегодня снова вывели людей на улицы городов. Хотят изменений в проект закона. Мы снова вышли, чтобы подтвердить наш протест и требуем нормальных пенсий. Не обошлось и без стычек с полицией. Премьер-министр Мануэль Вальс идти навстречу требованиям протестующих не намерен. Такова его официальная позиция. Впрочем, уже ходят слухи, что уступить таки придется. Профсоюзы забастовки прекращать не собираются. И намерены бить по самому больному для властей. Чемпионату Евро-2016. Грязят остановить движение транспорта во время открытия Мундиаля. А потому торг о проекте закона в ближайшие две недели более чем уместен. Ирина Иванова, София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности телеканал Интер. А украинские аграрии возмущены реформированием налогообложения. Около 100 тысяч фермерских хозяйств поставлены буквально на грань выживания. Правительство существенно сократило льготы для сельского хозяйства. Кроме того, добавились и новые налоги. Как результат, уже в следующем году количество фермеров может сократиться. Это фермерское хозяйство в Нолопсковском районе Луганской области обеспечивает 30 рабочих мест. И вытягивает все село. А из-за войны с работой тут сейчас тяжело. Отношения или условия существования, в кавычках, ничего не поменялось. Год назад нардеп Юрий Бойко уже был тут. Сегодня снова приехал пообщаться с фермерами и селянами. Я специально приехал, чтобы посмотреть и узнать, изменилось ли что-либо. Поскольку было очень много заверений правительства. Очень много декларируют о том, что помогает селу. Значит, там и кредиты, и этот земельный банк. Селяне тут же засыпают нардепа вопросами. Их много. Но главное – тяжелейшее налоговое бремя. В этом году фермеры обязаны заплатить по 2000 гривен налога с каждого гектара. Туалет из-за той налогоплаты. Что это? Надо же думать хоть трогать. Село реально начинает пропадать. Это уже тенденция по всей стране. Заблокировали, к сожалению, закон 3792. О возврате льготного налогообложения. Когда был льготный режим налогообложения у фермеров, то они получали реальную льготу по всей стране 19 миллиардов гривен. Сегодня вместо нее дают 450 миллионов. При отсутствии дешевых и доступных сельхозкредитов это 100 тысяч украинских фермерских хозяйств оказываются на грани разорения. Руслан Смещук, Александр Данилов и Анатолий Воробей. Подробности – телеканал «Интер». А глава Минфина Александр Данилюк считает, что снижать налоги смысла нет. Мол, это неприемлемо для госбюджета. Тем более, что у бизнеса, по версии Данилюка, претензии не к ставкам, а к администрированию налогов. Кивает на фискальную службу. Говорит, пока та не изменит методы и тактику, снижение налогового пресса ничего не даст. Вот что об этом думают экономические эксперты. Я думаю, что тут министр неправый. Податки снижать нужно. Но сначала нужно уменьшить государственные выдатки. И потом на такую сумму уменьшить податки. По моим рассмотрениям, нужно на 10% до ВВП уменьшить податковый тиск на бизнес и на население. Когда ты снижаешь налоговую ставку, у тебя уменьшается поступление в государственный бюджет временно. Скажем, на 9-12 месяцев. Потом они вырастают. Я понимаю озабоченность правительства, которое всегда работает в краткосрочной перспективе. Оно, естественно, боится, что если произойдет снижение отставки, и вдруг меньше будет поступления в государственный бюджет, как они переживут вот этот временной период времени от 9 до 12 месяцев. Ну и еще об одной реформе. 3 тысячи сотрудников государственной пенитенциарной службы окажутся на улице. И это только первая волна безработных после ликвидации службы и передачи ее объектов Минюсту. Об этом заявил лидер партии простых людей Сергей Капин. По его словам, увольнения уже начались. Люди готовятся пикетировать дом министра юстиции Петренко и будут обращаться за поддержкой международной профсоюзной организации. И политики, и бывшие сотрудники службы уверяют, в реформе, затеянной Яценюком, скрыта еще одна угроза. Возможные махинации с продажей земель и самих тюрем. Ранее в Минюсте уже заявляли о намерении строить СИЗО за пределами городов, а часть старых выставить на продажу. Вот так премьеру Лукьяновское СИЗО предварительно оценили в 8 миллионов долларов. У экспертов эта сумма сразу вызвала вопросы. Ведь само помещение находится прямо в центре Киева, где очень дорогая земля и развивает инфраструктура. Следующий этап оптимизации, ну и, соответственно, продажу этой земли. За какой ценой, на каких условиях и кому такая земля будет продана, я думаю, вы прекрасно понимаете. Это будет оточнение Яценюка, которое представлено в Верховной Раде Украины, або, пожалуйста, оточнение тех, кто не представлено в Верховной Раде, а представлено в Кабинете Министров. То есть будут зарегистрированы любые решения, и выполнены любые решения, которые захочется Министру юстиции. Просто выставлены земли на продажу, имущество на продажу. В каждой колонии есть промышленная зона. Это такие, при каждой колонии небольшой заводик. Серьезные мощности производственные есть. И это все, оно никому не нужно оказывается. Его просто продадут. Это делается кулуарно, не проводится никакое общественное обсуждение. Скандал вокруг внешнего независимого оценивания. Днепропетровские абитуриенты собираются оспаривать результаты тестирования по истории Украины. Уже даже составили петицию и собрали под ней тысячи подписей. В чем суть претензий, знает Наталья Грищенко. Алексей, выпускник, планирует поступать на юридический. Историю Украины штудировал особенно тщательно. Каково же, рассказывает, было его удивление, когда в тестах по истории Украины наткнулся на вопрос, которого нет в школьной программе. Программа «ЗНО с историей» была юридически утверждена еще в 2014 году. В 28-м задании конкретно был фрагмент закона про висково-целение администрации. Этот закон был принят в августе 2015-го и не должен входить в юридически утвержденную программу. Как оказалось, именно этот вопрос сбил с толку десятки тысяч абитуриентов по всей Украине. Они потеряли от одного до трех баллов. Возмущенные выпускники составили петицию, адресованную Украинскому центру оценивания качества образования. Надо было внести или в программу, или пересмотреть этот вопрос. Надо думать, прежде чем заставлять задание. Среди педагогов тоже разгорелась нешуточная дискуссия. Корректен ли вопрос? Однозначного мнения нет. Настолько мне и видимо, в программе этих вопросов не было. Учени, которые заканчивали 11 класс, они эти вопросы просто не выучили. Если смотреть формально, то вопрос некорректный. Если привязываться к сегодняшнему дню в Украине, то абсолютно корректный вопрос. В центре оценивания качества образования категоричны. Идти на попятную не собираются. Пытание абсолютно корректное. Оно вымиряет научные достижения выпускников заголовного заклада. Подстав для его переглядов, отмены или изменений нет. Но абитуриенты не сдаются. За считанные дни под петицией подписались 12 тысяч человек. Мы требуем либо это задание, чтобы пересмотрели, либо чтобы это задание засчитали всем абитуриентам. Подписавшие петицию не исключают, что будут судиться, а может и выходить на акции протеста. Говорят, это уже дело принципа. Наталья Грищенко, Анна Диденко, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер Днепропетровская область. И минус одно учебное заведение для абитуриентов. В Николаеве закрывают самое старое учебное заведение города. Мореходную школу основали в то же время, что и город 226 лет назад. Теперь по приказу Минобразования ее закрывают, а курсанты остаются без дипломов. Разбирался в конфликте Кирилл Ющишин. В рынду мореходной школы бьют уже 226 лет. Здесь готовят моряков для торгового флота. Для большинства курсантов это не просто учеба и профессия, а мечта детства – ходить в море. Обучение длится 14 месяцев. Нынешний набор должен окончить учебу в октябре. Но не тут-то было. Узнали то, что буквально недели полторы назад, что мореходка закрывается 26 августа из-за того, что не хватает бюджета на нее. А днями позже мы узнаем то, что лицензия заканчивается у мореходки и то раньше, 1 июля. Теперь курсанты не знают, что делать. Каждый потратил на обучение порядка 10 тысяч гривен. Руководство сообщило учащимся о закрытии. Но как быть дальше, вариантов не предложили. Чтобы пройти практику, нам нужны сроки, которых нам сейчас не дают. Не будет у нас практики, нам не имеют права выдать диплом. Курсанты вчитались в договор, который подписали, поступая на учебу. А в нем черным по белому указано. В случае ликвидации учебного учреждения документ просто теряет свою силу. В связи с ликвидацией договор с нами автоматически разрывается. Так как лицензия до 1-го, 7-го, 16-го, мы, грубо говоря, остаемся и без договора, без денег и без диплома. Директор школы моряков на больничном его зам в отпуске. Большинство педагогов без руководства отказались говорить на камеру. Согласился преподаватель электротехники. Говорит о закрытии, узнал одновременно со студентами. Когда пришла бумага с подписью министра образования. Набор курсантов прекращен. Приемная комиссия прекратила действия. Дальше перспективы какие можно предполагать. Тут преподаватели просто не нужны будут, если нет курсантов. Школа моряков входит в состав Киевской госакадемии водного транспорта. Приказ Минобразования о закрытии Николаевского и Севастопольского филиалов датирован 4 мая этого года. Ликвидацию филиалов в Крыму еще можно объяснить. А вот почему закрывать Николаевскую мореходку, ни в министерстве, ни в самой академии нам прокомментировать отказались. Педагоги и студенты считают ликвидацию учреждения незаконной и уже написали письма с просьбой ее отменить. Генеральному прокурору и министру образования. Кирилл Ющишин, Багдан Иванов, подробности телеканал Интер, Николаев. Халиф на две недели. Как ошибка банка превратила обычного австралийца в миллионера. Об этом не только в нашем обзоре. Джонни Депп разводится. Расторжение брака инициировала супруга голливудской звезды 30-летней Эмбер Хёрд. Своё решение после 15 месяцев совместной жизни актриса объяснила непримиримыми разногласиями с 52-летним супругом. На развод подала спустя три дня после смерти матери Деппа. Актер, в свою очередь, через адвоката попросил судью отклонить прошение Хёрд об алиментах. Рекорд на водных лыжах установила шестимесячная американка Зила Онш из штата Флорида. Со второй попытки преодолела дистанцию почти в 200 метров. Достижения малышки зафиксировали в книге рекордов Гиннесса. Впервые подобный рекорд 34 года назад установил американец Паркс Бонифай, нынешняя живая легенда вейкбординга. Младенцем он преодолел на водных лыжах около 30 метров. Стал миллионером из-за ошибки банка. 88 миллионов долларов на своем счету обнаружил австралиец. Деньги пришли через мобильный банкинг. Миллионер по неволе мог перевести деньги на другой счет или платить за услуги. Но житель Мельбурна сообщил о переводе сотрудникам финучреждения. Те назвали инцидент глюком в системе и исправили ошибку только через две недели. Французскому аббатству вернули архангела. Статуи святого Михаила на остров-крепость Монсен-Мишель доставили на вертолете. Замок Монсен-Мишель – одна из самых популярных достопримечательностей Франции. Два месяца назад статуи решили реставрировать. Нанесенная 29 лет назад позолота сошла с нее полностью. За возвращением архангела с восторгом наблюдали туристы. Винни-Пух встретился с королевой. В Великобритании выпустили новую книгу о приключениях медвежонка. В этой истории сказочный персонаж, а также Кристофер Робин, Пятачок и Осликия отправляются в Букингемский дворец, чтобы вручить Елизавете Второй подарок к 90-летию. Книгу посвятили юбилею ее величества. Считается, что в детстве Елизавета очень любила сказки о Винни-Пухе. Первое издание о приключениях медвежонка вышло, когда будущей британской королеве было всего полгода. В Индии помешанный на рекордах мужчина замахнулся на новые достижения. Вместе с женой он запланировал стать старейшей парой, которая родит младенца. Рекордсмену сейчас 73 года, его жене 80. За плечами у Гиннеса Риши, так называет себя индус, 20 мировых рекордов. Впервые в книгу Гиннеса он попал, усыновив своего 61-летнего Шурина. Потом сделал себе почти 400 тату, флагов разных стран мира. А позже поместил в рот полтысячи соломинок, ради чего даже удалил зубы. Неосторожность в переписке, как препятствие на пути к президентству. Хилари Клинтон, которая претендует на пост президента США, снова обвинили в нарушении правил кибербезопасности. Кто выступил с обвинениями на этот раз, и как это может отразиться на компании Клинтон, расскажет наш собственный корреспондент в Вашингтоне Тихон Зятко. На этот раз с обвинениями в адрес Хилари Клинтон выступил Госдепартамент, руководителем которого она была на протяжении 4-х лет. Ведомство проводило собственную проверку. Ее результаты в почти 100-страничном докладе. Хилари Клинтон, как и другие бывшие госсекретари, использовала личную почту для официальной переписки, и это ненадлежащий метод. Подобные нарушения были и в предыдущих администрациях, задолго до госсекретаря Клинтон. Честно говоря, мы могли бы держать в большей безопасности переписки и записи руководителей Госдепартамента и их помощников. Скандал, связанный с тем, что Клинтон, только став госсекретарем, несколько раз использовала личную почту для отправки рабочей корреспонденции, не отпускает ее все месяцы предвыборной кампании. Доклад Госдепартамента никакими последствиями самой Клинтон не грозит, а вот ее кампании, да, оппоненты пользуются этим, обвиняя ее в ненадежности. Клинтон оправдывается. Сейчас, думая о тех событиях, я понимаю, что было бы лучше, если бы я использовала другой почтовый ящик и другой смартфон, но тогда я не понимала, что это необходимо. Больше всех о почтовом скандале говорит Дональд Трамп, без пяти минут кандидат в президенты от республиканцев. Дескать, как ей доверить страну, если она даже с почтовым ящиком справиться не может? В окружении Клинтон отвечают, все это лишь политические игры, а ее нарушение несерьезно, никакой секретной информации в письмах не было. Впрочем, так ли это предстоит решить ФБР? Ведомство проводит свое расследование в ситуации с перепиской, и если бюро найдет нарушение со стороны Клинтон, это может нанести непоправимый удар по ее президентским амбициям. Тихон Зитко, Юрий Романюк, подробности, Американское бюро, телеканал Интер. А закончу выпуск самой свежей информации. Буквально только что появилась реакция генерального прокурора Украины на обыске в Одесской обл. администрации. На странице ГПУ в Фейсбуке Юрий Лусенко заявил, что следственные действия в Одессе осуществлялись на законных основаниях. Политическая составляющая исключена. Обыски проводились по запросу нардепов о проверке ряда благотворительных фондов, и вот в частности фонда на благо Одессы. По данным ГПУ, фондам заинтересовались из-за того, что экс-генсконсул Грузии Тимурас Нишнианидзе получил возмещение НДС в размере 20 миллионов гривен. Во время обысков изъяли информацию, которая будет использована во время расследования, говорится в сообщении в соцсети. К самому Саакашвили вопросов у следователей не было. Ну вот на этом теперь точно все. Спасибо, что смотрели подробности. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин